друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал семьи колесниковых да сегодня говорит света воскресенье и мы собираемся на собрание свет но я тебе уже который раз говорю можешь об этом даже не говорить мы все прекрасно видим раз сами причесались детей перечисали платок ты надела значит точно идете на собрание для нас для зрителей ради нас ты не считаешь нужным себя и дочерей приводить в порядок можно на ю тубе и лакудрами в принципе походить далее сели завтракать причем все сидят уже наяривают стучат ложками об тарелке все кроме виталины правильно мама говорит а вот сейчас я грею виталины я вот думаю а почему ей последний да ну уж если младших усаживают за стол можно было последний бы положить как раз таки анжеле она вроде старшая младшим надо уступать но нет да кстати из хорошего погода в подмосковье радует солнышко светит все замечательно настроение у всех прекрасное даже у папы лёши папа лёша увидев нарядную дарину обнаружил что у той все лицо гре грязное и отправил ее умываться я вот думаю когда дарину одевали обували неужели мама или сестры не видели что она у нее грязное лицо и они собрались на собрание да лёша оглядывает свои владения рассуждает что можно сделать это и это и щебенки подсыпать и все на свете лёш я здесь с тобой целиком и полностью согласна можно можно все сделать было бы желание но у лёша желания нет даже помыть свою машину машина стоит грязная 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 и они вот такую прекрасную солнечную сухую погоду поехали на грязной машине но а уже во дворе после собрания дети катались на самокатах причем без верхней одежды виталина вообще в тонюсенькой кофточке и в юбочке в легкой в нарядной но понятное дело что солнце светит вроде как когда весна туда-сюда но воздух то еще холодный знаю знаю точно холодный и не прогретый ну и рано рано так одеваться мама могла либо загнать детей в дом либо заставить их одеть куртки и вот в куртках уже кататься на самокатах но света почему-то об этом даже не подумала не думаю друзья мои что сама света стояла в такой же тоненькой кофточки да а потом все дружно будут бегать с соплями по магазинам заражать всех остальных и лечиться луком очередной влог не поверите к лёше приехали гости вернее очень важный гость нет не дядя саша а олег его дружбан да не просто так забрать резину но и еще помассировать алёше спинку что это за барские замашки скажите вы но не забывайте лёша ведь постоянно говорит о том что у него больная спина и он бедный никак не может вот как вот он тогда значит да вот у него разболелась спина сразу же после светиного дня рождения прошло уже практически там я не знаю сколько три недели наверное и вот все у лёши продолжает болеть спина все его беспокоит правда почему-то когда надо сесть лечь и встать он все делает вроде нормально но когда касается того чтобы сделать что-то по дому лёша постоянно говорит что у него болит спина и вот олег приехал на помощь другу мужу чуть не сказал прошу прощения приехал на помощь другу да в общем рассказывает что нужно делать как нужно беречься как нужно значит тренировать спину и в этот момент пока значит олег пытается разговаривать с лёшей я пытаясь все это дело естественно слушать дарина просто друзья мои но это какой-то кошмар им даже в комментариях об этом написали носилась как ненормальная стучала гремела как слониха на этих роликах просто заглушая все их разговоры не знаю кто-то там а другой не было видно то ли это виталина то ли это настя сидела и вот стучала ложкой бренчала по кружке на протяжении наверное 10 минут слушайте колесникова вы чего издеваетесь над нами над своими зрителями неужели вы не понимаете что во-первых это очень неудобно вас слушать практически ничего не слышно когда есть какие-то посторонние шумы и вот эти вот бренчание вот это ложкой вот это громыхание вот этими роликами это на самом деле просто очень и очень раздражает такого быть не должно когда вы уже в конце концов научитесь на ваш уважать своих зрителей ну раз вы блогера да но нет почему-то эти люди об этом даже не думают кстати лёша сидел нарядный слушайте прямо знаете как жених на выданье вечно сидит недовольный вспомните всегда в каких-то непонятных вытянутых футболочках то вытянутых то в таких футболочках которые его обтягивают которые ему явно малы вечно какой-то недовольный все здесь сидит нарядный как жених в новой рубашке наверное кто-то прислал подумала я или кто-то подарил довольный рядом с олегом просто расцвел да возможно это конечно же после массажа массажа да да у него такое состояние поднялось настроение да и вот обратите внимание когда рядом с лёшей света лёша вечно злой вечно недовольный бурчит унижает ее раздражительный а со всеми своими друзьями всегда улыбается всегда смеется эдакий душка прямо прям душа компании вот честно да говорит лёша лёша что собрался ложиться в больницу дабы опять проверить себя вдруг что-то все-таки у него найдут и получится ему заполучить так скажем инвалидность в общем вот о чем мечтает наш лёша да чтобы его признали все-таки уже так скажем ну не совсем дееспособным и вот в этот момент когда они общались прибежала дарина и начала в очередной раз залезать на дядю олега садиться я вот думаю ну зачем до позволять детям ползать по чужим людям тем более по чужим мужчинам может как-то родителям все-таки стоит объяснить что есть вещи которые лучше не делать и делать нельзя тем более я понимаю если бы дарина была малышом да ей был бы годик когда вот дядя олег бы взял бы ее на руки вот так вот да как-то подержал или еще что-то но дарине все-таки уже пятый год уже как-то надо соображать и родителям и в принципе самой дарине в общем как-то так олег как крупный специалист давал лёше ценные указания и как надо делать и стоит ли ходить лёше 10 тысяч шагов но самая суть была в том что олег пытался всеми силами убедить лёшу что лёше нужно заняться йогой разрабатывать мышцы он говорит о том что мол так и так многие мышцы у лёша атрофированы ну так же как у многих других людей и надо их таким образом включать в действие олег я здесь тобой целиком полностью согласна учитывая что лёша практически все время либо полдня он спит лежит в своей опочивальне а потом сидит с умным видом пьют чай или кофе и вещает рассказывает нам зрителям как нам надо себя вести со своими родными близкими и в общем отвечает так скажем на комментарии которые ему никто не пишет да поэтому конечно же у лёши мышцы наверное уже атрофировались все которые только могли атрофироваться поэтому да лёша действительно надо что-то делать либо ходить либо гулять либо все-таки уже начинать работать хотя бы на своем участке далеко ходить не надо ну или может быть действительно заняться йога не ну а чего в принципе почему бы нет у лёши времени свободного вагон и маленькая тележка да тут же лёша кстати вспомнил те далекие времена когда он все-таки работал на стройке это он тем самым захотел нам показать что нет он не всегда сидел дома он не всегда был на ютубе он когда-то еще когда-то давным давно работал да когда ему было 20 лет и проработал он там наверное пару-тройку лет и вот теперь он эти времена будет нам вспоминать наверное до пенсии как говорится вспомнила бабушка молодые годы так наш лёша оказывается друзья мои олег уже не в первый раз делает лёше массаж причем массаж настолько у олежки получается целительный жива животворящий да вот после прошлого массажа в прошлый раз лёша говорит я вообще ходил ползал как креветка не мог разогнуться согнуться в общем все в одном состоянии и после массажа говорит забегал как молодой после олежного массажа даже побежал со светой на рынок в общем как-то так да благодаря олегу все-таки смог разогнуться ну а далее да а далее друзья мои слава богу значит закончились вот эти бренчание ложкой по чашке громыхание вот этими роликами дарины которая бегала как слона в посудной лавке да в общем ну я бы еще была готова послушать олега но вот не вместе не вкупе этим с этим совсем как говорится а далее утро понедельника света не в настроении смотрю срывается даже на даринку даринка там чё-то где-то это света ей хватит уже хватит видно света хотела спать но дочки подняли ее и заставили ее делать им прически уж не знаю настя бы навряд ли ее заставила анжела бы точно подняла бы маму и заставила света себя нахваливает говорит я делаю я вообще говорит заплетая очень нежно расчесываю очень нежно и дочки любят только чтобы я их сама причесывала но я так понимаю друзья мои конечно же это камень в наш огород с вами да потому что я его об этом говорю видео вы об этом естественно пишите комментарии свет но мы вообще-то немножко не об этом говорим ты как бы самую суть ты не выхватила я не сомневаюсь не говорю о том что ты вот расчесываешь ужасно я говорю о том что когда виталина ходит несколько дней и не заплетенная не расчесанная то потом ты ей волей-неволей дерешь волосы потому что волосы у нее густые сами по себе да поэтому потому что именно она ходит нечесанная потому что ты ей даже не занимаешься причем заплетала света анжелу как плела она настю или не плела нам вообще не показали я не удивлюсь что настя пошла в школу с обычным хвостом которые сама себе в принципе и завязала ей никто никаких причесок как анжеле не делал ведь только анжела и дарина из дочерей в семье так скажем на особом положении а виталина с настей да те могут и лохматые походить с обычным хвостиком но вот как сделают себе так в принципе они и ходят света начала объяснять что виталина мол не любит в очередной раз это нам уже второй или третий раз за неделю рассказывает что виталина не любит чтобы ее заплетали старшие сестры в итоге света опять опростоволосилась по полной программе ее сдали настя с анжелой да оказывается настя не может заплетать потому что настя вообще заплетать не умеет настя может делать только один единственный элементарный хвостик она в 12 лет даже косичку плести не в состоянии а анжела анжела понятно она не чувствует свои селища и дерет волосы так что младшие сестры книга как говорится даже на пушечный выстрел бояться подходить ну а у меня конечно же вопрос на засыпку да я вот такая вредная как обычно свет ну а каким образом вот когда ты говоришь ты хотя бы думай что ты несешь а каким образом старшие сестры могут заплетать младших когда младшие просыпаются в районе обеда вместе с тобой а старшие рано утром уходят в школу это когда вообще-то анжела с настей должны заплетать младших сестер с вечером может быть ты имеешь ввиду я чуть не поняла в общем света говорит сама не понимает того чего говорит а я вот думаю друзья мои рассвета рожала рожала осознанно своих детей шестерых значит должна была прекрасно понимать что детьми ну хочешь не хочешь надо как-то заниматься да и так со стороны света и лёши я не вижу чтобы они учили детей читать писать чтобы они тратили время возили водили возили своих детей на какие-то кружки на какие-то дополнительные занятия чтобы они занимались детьми спортом чтобы они детей приучали хотя бы к чему-то нет они ничем не занимаются мама наготовит таз макарон наварит таз непонятного супа и все на этом она считает что ее родительские обязанности закончились а я вот считаю что не сложно утром на каждую дочку уделить по 5 по 10 минут времени дабы заплести своих детей дабы привести их в порядок проверить старших которые уходят в школу чтобы они были одеты чисто опрятно и хорошо вообще в принципе это надо делать с вечера но и вообще дети это конечно же лицо родителей в первую очередь жалко что колесникова об этом даже никоим образом не понимают и не задумываются в общем как то так ну что ж друзья мои вот такой у меня сегодня получился обзор будем конечно же продолжать смотреть этот бесконечный сериал да может быть лёша нам что-то покажет расскажет что-то более интересное может быть он уже все таки со своей спиной куда-нибудь поедет ляжет в больницу да если ему дадут направление ляжет в больницу что-то докажет покажет а то так получается вроде у человека все постоянно болит он не может ни согнуться ни разогнуться при всем при этом скачет как козлика у него все замечательно и по дивану потом удалил этот стрим свой да и вообще знаете когда у человека болит он ложится действительно в больницу он ходит как минимум по врачам и ложится в больницу а здесь просто одна говорильня дабы оправдать то что человек многодетный отец никоим образом нигде не работает в общем у меня все на сегодня да вот такой получился обзор естественно всех целую обнимаю всем желаю прекрасного дня хорошего вечера берегите себя своих родных и близких здоровья здоровья и еще раз здоровья ну и конечно же всем тем кто подписывается на мой канал всем кто ставит лайки всем кто пишет комментарии всем огромное спасибо все всех целую мои хорошие всем пока